Фирма 1С и компания Naival Interactive объявили об отправке в печать мастер-диска игры Snowcross. Локализованная версия трехмерного симулятора гонок на снегоходах уже вышла на английском языке в серии игротека. В игре вас ждет 10 различных треков, разнообразные ландшафты, множество развивок и скрытых маршрутов, возможность выполнять самые невероятные трюки. Поклонников компьютерного футбола наверняка заинтересует информация о турнире по игре 2002 FIFA World Cup, который проводит крупнейший сайт о футбольных симуляторах FIFASoccer.ru совместно с клубами Москвы и Питера. Турнир стартует в Москве в клубе «Поединок», а завершится в нашем городе в клубе М19. 30 июля в компьютерном клубе «Башня» пройдет третий чемпионат по игре Counter-Strike 5х5. Приглашаются все желающие. Команде-победителю будет предложено стать клубной командой. Новости компьютерных игр предоставил компьютерный клуб «Башня». Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии был Дмитрий Довженко. До свидания. Главный по играм увлекся магией чисел. Складывает, умножает. Может, ему учебник Рейшметич подарить? 5, 4, 3, 2, 1. Так, что-то у нас интеллект 2 единицы. О, опять интеллект. Одна единица. Все. А, 2 плюс 1? Это будет 3. Да, 2 плюс 1, это будет 3. Да, интеллект. Вот 3. 3. Ну, я думаю, достаточно интеллекта. Да, Саша? Так, смотрим дальше. О, сила пошла. Сила, сила, сила. А, 4 плюс 6, плюс 9, плюс 12. Это будет много силы. Вот. Ну, а как известно, сила есть. Ума не надо. Эта игра во многом напоминает легендарный Диабло. В Dungeon Seek вы тоже попадаете в далекий сказочный фэнтези-мир, в котором нужно устроить небольшую зачистку. Истребить силами воинов или магов некоторое количество нечисти. Истребление происходит в режиме реального времени с использованием широкого ассоциумента холодного оружия и боевых заклинаний. Имеется и ролевая система, даже еще более простая, нежели в классическом Диабло. Минимальный набор характеристик, сила, выносливость необходимы воинам, интеллект, магам. По мере накопления боевого опыта, характеристики потихоньку растут. Набор умений сведен совсем уж к минимуму. Владение холодным и метательным оружием и навык использования двух разновидностей магии. Так. Теперь главное не ошибиться. Офигеться. Офигеться. Потому что поспешишь, людей насмешишь. Ну что? Собственно говоря, значит, десяточка у нас и дама. Тринадцать. Тринадцать. Вариантов не так много. Два всего. Либо остановиться. Остановиться. И тогда... Нет. Нет. Либо нанести сокрушительный удар. Число-то у нас магическое. Тринадцать. Ну, думай. Пошла-пошла-пошла-пошла-пошла. О-па-а-а-а-а-а-а. Перебор. Процесс создания персонажа, занимающий в некоторых играх уйму времени, здесь сводится к выбору класса, пола и цвета одежды героя или героини и присвоение ему звучного имени. Управление в игре также отличается простотой и функциональностью. Почти все действия можно выполнять при помощи горячих клавиш. Детали интерфейса не загромождают экран. Освоиться с управлением можно в считанные секунды. Дизайнерская работа в этой игре выше всяческих похвал. Игровой мир завораживающе реален. Набор оружия, заклинаний и предметов подобран и сбалансирован почти идеально. Двадцать семь. Двадцать девять. Тридцать. Родил. Фу. Эк, теперь бег на месте. Фу. Устал что-то. Это вам не цифры в уме откладывать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ничего. Настоящему воину это и ни к чему. Э-э-э-э-э-э. Жаль, лад и в очко проиграл. Но тут уж ничего не поделаешь. Долг чести. А, ничего. Мы все новые добудем. Ха-ха-ха. В честном бою. Ха-ха-ха. Хук справа. Это шлем. Ха-ха. А, апперкот. Это кираса. Ага. Ну и, если уж нокаут, то нокаут это вообще вся амунита. Тут главное внезапно. Другое отличие этой игры от классического предшественника заключается в том, что вы можете руководить не одним героем, а целой командой. Максимум из восьми героев. Во время боя игру можно поставить на паузу и неторопливо обдумать тактические ходы, применить полезные предметы и подправить ракурс камеры. Членом команды может быть и ослик, на которого имеет смысл нагрузить предметы, не влезающие в инвентарь героев. Еще одно достоинство игры заключается в том, что герои в ней почти что бессмертны. Разумеется, игра поддерживает и все виды многопользовательского режима. Можете не сомневаться, перед нами настоящий хит. Системные требования. Pentium 3 266. 64 мегабайта памяти. 3D ускоритель. Игра представлена компьютерным клубом «Башня».